Сто лет на страже закона, советской милиции век. Все началось с постановления Народного комиссариата внутренних дел от 10 ноября 1917 года. Сначала общественный порядок охраняли простые рабочие. С утра они стояли у станка, а вечером с винтовкой в руках выходили на службу. Со временем милиция обрела более профессиональные черты. Образ советского милиционера – мужество, выдержка, смелость, героизм. О стражах порядка писали стихи, снимали фильмы. Одним словом, гордились и восхищались. С распадом Советского Союза, с историческим переломом, произошел перелом и в отношении к сотрудникам милиции. В 90-е уровень доверия граждан упал. Сейчас свои работы милиционеры стараются изменить отношения, вернуть уважение к форме. Кто стоит на страже правопорядка в Приднестровье? Что они считают своим долгом? За что любят свою работу? В репортаже Юлии Звягинцевой. 10 ноября. Тирасполь. Новая смена патрульно-постовых заступает в ночь. Профессиональный праздник, день милиции, для них обычный рабочий день. Вам, Господа-дежурная, выпала честь сегодня работать. Будьте в два раза внимательнее. Любое противоправное действие, совершенное в районе вашего патрулирования, на маршруте вашего патрулирования, должно быть пресечено, возможно, предупреждено. Общайтесь с людьми, делайте замечания. Этот день не отличается от любых дней. Что я желаю вам. Хорошей смены. Удачи. И никаких поздравлений. Последний инструктаж и ориентировки. Дальше каждая группа на свой район патрулирования. Напарники и лейтенанты милиции Дмитрий и Михаил сегодня в автоэкипаже. Зона их ответственности – весь город. И если нужно, именно они первыми приезжают оказать поддержку пешим патрулям ППС. Мы оказывали помощь пешему посту. Приехали на вызов. Оказывается, там сын скандалил с родителями. Сломал там телевизор, еще что-то. Пил в это время чай. Ну, дали время успокоиться. Сказали, что на данный момент он проезжает с нами в УВД дальнейшего разбирательства. А дальше, как в фильмах. У этих людей участие в жизненном боевике – порой ежедневная реальность. Покупим ножик-чашечку. Рядышком ножик лежит. Он берет ножик и якобы начинает себе наносить телесные повреждения. Ну, я как бы там принял к нему прием рукопашного боя. Ножик отобрал. Надели на него наручники и довезли в УВД. Молодые ребята, совсем недавно закончившие ТЮИ. Рассказывают, в их работе романтики мало. Днем и ночью, в любую погоду, пешком или на машине. Они первыми приходят на помощь. Успокаивают, усмиряют и разбираются. На профессиональном сленге работают на земле, своими ногами. Проходят каждую улицу, каждый двор. Знают все вольные места города. Чутье какое-то, да. Изнутри вот прям толкает. Вот зайди туда, посмотри, что там. Так сказать, вот преступление раскрыл. Просто патрулировали. Захотелось поинтересоваться, откуда там, куда направляется гражданин с данным имуществом. Оказалось, это кража. Это уже Бендер, стационарный пост ГАИ. Мы готовимся записать интервью с инспектором. По рации сообщают, совершено правонарушение. Две минуты назад, возле дома 11 по улице Луначарского, разбили стекла на автомобиле BMW X5. И открылись в неизвестном направлении на белом спортивном велосипеде. Обратите внимание. Успеешь сложить? Нет. Все, поехали. А дальше, как в кино, под рев сирены мчимся по улицам города, туда, где совершено преступление. Через считанные минуты сотрудники ГАИ уже опрашивают свидетелей, осматривают место происшествия, по горячим следам находят улики. Пока один экипаж занят на месте, второй объезжает район. Также поступило сообщение по радиостанции, что некий неизвестный молодой человек в районе парка Дружбы на остановке беспричинно из хулиганских побуждений достал ножик и порезал женщину. Ну, получив информацию, то есть в ходе обследования и патрулирования маршрута, где совершено было преступление, маме совместно с Осипенко был задержан молодой человек, который был в кровавой одежде, также в руке у него был нож. О своей работе рассказывают просто, без особых эмоций. То, что для обычного человека практически подвиг, для них ежедневная работа, рискуя жизнью, обезвреживать преступников, предотвращать нарушения, обеспечивать безопасность граждан. Сергей и Оксана Лапшины, милицейская чета, рука об руку, плечом к плечу, вместе дома и на службе. Рассказывают, не раз совместно задерживали преступников. Долгое время мы работали, получается, два района вместе. Мы фактически и преступления, которые раскрывали, и все даже те же лекции мы проводили, мы всегда вместе приезжали во все школы, везде мы вместе все делали. У меня много раскрытых преступлений и разные тяжести. Бывали тяжкие и средние тяжести, и мне муж во многом помогал. Где-то надо было их задерживать, преступника, и ждать, чтобы войти в квартиру, потому что они всегда пускают в милицию. Помогал. Служба в милиции, говорят супруги, это уже образ жизни. О другой работе никогда не задумывались. Дежурить сутками, не спать ночами – привычное дело. Главное – раскрыть преступление, задержать преступника и спасти чью-то жизнь. Бывает без отдыха, ты работаешь сутками. Мы-то начали в 7 часов вечера, закончили где-то после часу дня. Все уже отдыхали, праздники закончились, совещания праздничные, мы все работали. Мы все работали. День милиции для Сергея и Оксаны – семейный праздник. Гордятся тем, что и сын пошел по их стопам, тоже стал инспектором по делам несовершеннолетних. 10 ноября – столетие советской милиции и чуть больше четверти века нашей, Приднестровской. Перед торжественным собранием у стен Бенберского ДК собрались ветераны. Поздравляют друг друга с праздником, вспоминают годы службы и то самое судьбоносное решение, когда делали выбор и переходили под юрисдикцию ПМР. Нас называли в то время «Камикадзе». Почему? Там осталось 500, ушло 5. Ну кто такие? Ну самоубийцы. Но тем не менее, я ни на столичку не задумывался о том, переходить, не переходить. Я знал, что мое место с людьми. Выбоко убежден, что если бы не было подвига ветеранов советской милиции, которые организовали переход подразделений советской милиции по юрисдикцию Приднестровской Молдавской Республики, ну вряд ли бы состоялась государственность Приднестровья. Это факт. По большому счету, милиция это было единственным организованным, сплоченным, вооруженным органом, дисциплинированным органом, которые могли противостоять как внутренней, так и внешней угрозе. Тирасполь, Большой зал, Дворца Республики. Концерт ко дню милиции. Поздравления и награды лучшим сотрудникам. Полковники, майоры, капитаны, лейтенанты, блюстители закона, хранители правопорядка. Серьезные, мужественные, в погонах. Мужу Приднестровской Молдавской Республики. Несколькими часами ранее эти дяди и тети-милиционеры пришли в гости двухлетней девочке Вере. Малютка, воспитанница детского дома, проходит реабилитацию после сложной операции на почках. Ребенок тяжело болен с рождения. Ее врачи называли безнадежной. То, как ребенок восстанавливается, считают чудом. Говорят, именно душевное тепло, которым ее окружили новые друзья, милиционеры, так помогает. Стражи правопорядка просто верят в веру и в то, что она поправится. И каждый день, даже в праздники, приходят гости. Вы же видели, как она нас встретила. Я думаю, сегодня праздничное мероприятие. У нас не настолько загружен график для того, чтобы была возможность ее приехать сегодня и навестить. Я надеюсь, что эту эсофетную палочку мы передадим всем министерствам, ведомствам. У нас не так много детей инвалидов. И думаю, что совместными усилиями мы поможем им влиться в социальную жизнь. Помогать другим, защищать и оберегать – это не просто долг. Для них, милиционеров – это образ жизни, дело чести и зов сердца. Несмотря на усталость, на сутки без сна, не задумываясь, рисковать жизнью, спасая других. Ежедневная нелегкая работа ради безопасности и покоя граждан. Каждого из нас.